На базе открытого акционерного общества «Полесье» состоялось заседание Совета концерна «Беллэкпром», участие в котором принял вице-премьер Республики Беларусь Владимир Семашко. Руководство концерна и руководители практически всех отраслевых предприятий легкой промышленности со всех областей страны перед началом работы ознакомились с новой коллекцией пинских трикотажников и производством. Коллектив «Полесье» получил заслуженную похвалу коллег. Убедились в этом и наши корреспонденты. В выставочном зале открытого акционерного общества «Полесье» в этот день собрались настоящие профессионалы, способные по достоинству оценить новую коллекцию и направление деятельности пинского предприятия. Помимо руководителей практически всех отраслевых предприятий концерна, участие в важном форуме приняли и представители заинтересованных ведомств. Так, например, тенденции, проблематику и перспективы развития внутреннего рынка интересует Министерство антимонопольного регулирования торговли Республики Беларусь. Как отметила заместитель министра ведомства Ирина Наркевич, самое важное, чтобы товар местного производителя присутствовал на прилавках наших магазинов в полном ассортименте. И свою лепту в важное направление экономики вносят пинчане. Самое интересное то, что мы сейчас увидели, что вот это предприятие, которое мы посещаем, оно самое современное, качественное делает товар. Было перевооружение на предприятии, и поэтому мы видим уже, какие технологичные модели стали выпускать. Тем более с учетом модных, самых современных тенденций. Это тоже очень важно, потому что наш потребитель взыскательный. И, конечно, это уже в такой высокой конкурентной среде важно, чтобы было качество и устраивало белорусского потребителя, конечно, ценовой показатель. По мнению специалиста, сегодня изделия открытого акционерного общества смело конкурируют с дешевыми, сомнительного качества товарами, наводнившими страну. Те технологии, которые здесь используются, то оборудование, те, значит, сырье, которое используется, оно и гидроскопично, оно, значит, для потребителя имеет значение. Вот если говорить о школьном ассортименте, сейчас очень важно, потому что последнее осталось, да, практически полторы недели до школы, и, конечно, важно, чтобы одежда делового стиля поддерживалась нашими уважаемыми родителями, школьниками, и чтобы она была тоже удобна для школьника. Ирина Наркевич выразила всеобщее мнение, что изделия пинских трикотажников сделаны с учетом всех тенденций и направлений современной моды, а потому обязательно завоюют сердца покупателей всех возрастов. Важно, что здесь вот сегментация для любого возраста. Очень много молодежных коллекций, и это очень приятно, потому что вот эти новые технологии, чтобы наша молодежь по достоинству оценила качество нашего белорусского производителя, ну, в том числе, ведущего в трикотажной отрасли. Участники выездного заседания познакомились с производством открытого акционерного общества и еще раз убедились, что сегодня предприятие находится в движении, и что движение – это вперед, на перспективу, а значит, непременно к успеху. Цель заседания Совета концерна озвучил вице-премьер Республики Беларусь Владимир Семашко. Владимир Ильич подчеркнул, что концерн «Беллегпром» является своего рода идеологом развития легкой промышленности страны, ведь на его долю приходится более 58% производства товаров легкой промышленности страны. Я должен сказать, будем отмечать сегодня на открытии этого Совета концерна то, что, ну, слава Богу, они сработали в этом году нормально. За первых шесть месяцев у них темпы роста 106,8%, даже в высшем среднем по промышленности Республики Беларусь у нас было 106,1%. И в целом я хочу заметить, что экономика и, в частности, промышленность вышли из кризиса в 2011-2011 годах, вот после кризиса, рецессии, как модно называть, потому что впервые за последние четыре года мы уже делали больше 100%. И это очень важно, отметил заместитель премьер-министра, поскольку промышленность была и остается тяговой лошадкой, которая везет за собой экономику страны, так как на нее приходится до 30% ВВП. Мы развитая промышленная страна, тем более мы страна с открытой экономикой. Нам надо уметь делать так, чтобы 70% не менее той продукции, которую мы производим, будь то МАЗ, БелАЗ, МТЗ, там, или вот легкая промышленность, там, продукты нефтехимии, надо все продать на экспорт, заработать валюту, чтобы потом купить опять нефть и газ, и все остальное, и выйти, как нас по экономике учили, на расширенное воспроизводство. Безусловно, нас интересовало мнение заместителя премьер-министра страны об открытом акционерном обществе Полесье. Владимир Ильич положительно отметил произошедшие на предприятии перемены, руководство которого пересмотрело тактику и стратегию своего присутствия на рынке. В последние два года, особенно Татьяна Алексеевна, с ее значением, это действительно произошли существенные положительные перемены. Вот в прошлом, что-то прошлое, в 2016 год, наша фабрика была признана в Брестской области лучшей фабрикой по всем показателям. Однако, никто не закрывает глаза на то, что проблем на фабрике хватает, и государство рассматривает возможность облегчить бремя накопившихся долгов. Нужно провести реставризацию этих долгов, для того, чтобы предприятие могло двигаться впервые, чтобы не тянуло вот этот груз гири на ногах, немножко освободить пока. Поэтому мы долго готовили, подготовили сейчас проект указа президента Александра Горькова. Ну и он находится в администрации президента, и мы надеемся, что он будет подписан буквально уже на этой неделе, которая предстоит. Ну и это позволит, естественно, фабрике реализовать свой потенциал и быстро-быстро работать. Поэтому будем сегодня говорить в целом на совете концерна по всем направлениям. Ну и в частности, как бы тема основная, вот совета, это экспорт, экспорт, экспорт. Успехи достижения пинского предприятия отметил на рабочем совещании и председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик. В целом, выездное заседание коллегии прошло на высоком организационном уровне. Члены совета концерна решили целый ряд вопросов, которые помогут всем организациям отрасли уверенно чувствовать себя на внутреннем и внешнем рынках. Продолжение следует...